Модельный бизнес суров и непредсказуем. Во-первых, никогда не знаешь, какой типаж станет актуальным. Во-вторых, здесь почти всё зависит от внешних данных и харизмы. А этому практически невозможно научиться. В детских модельных агентствах всё ещё сложнее. Ребёнок должен, безусловно, обладать данными. Это как в спорте, знаете, ребёнок приходит на просмотр к тренеру, тренер смотрит, оценивает его данные, возможности, перспективы, потенциал и приглашает его уже, соответственно, на тренировку. Но тут как и в спорте, да, если у ребёнка нет желания, а это желание только родителей, ничего не получится, даже если ребёнок обладает совершеннейшими данными, да, прекрасными внешними данными и огромным потенциалом. Я всю жизнь работала в возрослом моделинге. И когда началась история с Алисой, я об этом ничего не знала, о детском моделинге. Поэтому весь путь детского моделинга мы прошли с ней вдвоём. Вот, и это, конечно, совершенно новый опыт. Кастинг Международного модельного агентства – мероприятие, волнительное не столько для детей, сколько для их родителей. Моя профессия немного связана с данным направлением. Далее ребёнку понравилось, и она с удовольствием сейчас занимается. Среди желающих попасть на подиум или в глянец не только девчонки. О модельном бизнесе мечтают и ребята. Вместе с мужским обаянием в ход идут решительность и целеустремлённость. Сложностей не так уж и много, но самое главное, если ты уже поступил в моделинг, то надо работать, надо достигать целей. Если отбираешься на какой-то кастинг, тебе нужно работать по полдня. За это есть награда. Очень большая награда. Благодаря этому мы тоже решили поехать сюда, чтобы принять участие в этом кастинге. Я очень хотел заняться художником, но я понял, что у меня это не получилось. Терпение, упорство, позитивное мышление и индивидуальность – всё это важно так же, как и приятная внешность. Доля везения тоже имеет значение, ведь хорошеньких детей очень много, а известными моделями становятся единицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова